Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. В Красноярске начался уже 31 по счету турнир Гран-при по вольной женской борьбе Иван Ярыгин. Вот сегодня у нас в гостях Наталья Ярыгина, вице-президент Международной Федерации Борьбы. Здравствуйте, Наталья Алексеевна! Здравствуйте! В прошлый раз, когда вы были гостью у нас в программе, вы больше с Татьяной Потаниной говорили о личном, говорили о том, что есть знаковые места здесь в Красноярске. Но Красноярск меняется вот с каждым годом. А осталось ли что-то вот в этих знаковых местах, в том же парке Горького, на острове отдыхать, что-то то вот с тех самых времен? Наверное, больше только места осталось. Все меняется очень быстро, динамично, это здорово. И я вспоминаю, вот сегодня уже были на пресс-конференции остров отдыха. Тогда не было Дворца спорта, там были просто дорожки, все там тренировали. Иван любил тренироваться, бегали, прыгали с детьми. И это было одно из любимых тоже мест. И сейчас такой красивый этот остров стал, отдыха. Какая стала замечательная набережная. Она же совсем, когда мы жили в Красноярске, она была коротенькая около этого. А дальше там ничего не было, был кустарник. И было даже, я бы вот одна не пошла гулять. С Ивановым вдвоем, конечно, мы гуляли. А так как-то было страшновато. А сейчас такая красота, конечно. Я прям каждый раз приезжаю, горжусь городом. А вы каждый раз, говорите, приезжаете. Вы раз в год только на турнир приезжаете или нет? Нет, что вы. Ну и часто, я часто здесь бываю, потому что здесь родственники ездим в деревню Ивана. Там в этом году даже внуков возила. Прям поездом приехали до Красноярска и поехали на машине туда, в Шушевский район. Чтобы всю красоту показать, да? Показать всю красоту. Они молодцы, оценили. 31-й по счету турнир. Я вот сейчас произношу это, да? Я думаю, что если вы тоже произносите 31-й по счету. Страшно. Страшно, быстро бежит время. Я вот сейчас тоже вы сказали, я задумалась, что 21 турнир мы провели без Ивана. 21 турнир. Когда эти пролетели годы, это просто одно мгновение. Как калейдоскоп. Вот этот турнир, в чем будет его как особенность? И будет ли? Ну, он немножко у нас другой в этом году турнир. В прошлом году, вот те годы, он был у нас рейтинговый турнир. А в этом году мы сделали просто обычный турнир, потому что попросила наша федерация борьбы России, чтобы к Олимпийским играм надо больше посмотреть ребят, чтобы ребята проборолись. Вот. И немножко у нас в этом году поменьше иностранных команд, потому что Олимпийский год и очень много насыщенно турниров перенеслось у нас из-за Олимпиады чемпионат Европы. Прям вот буквально после турнира берегут своих ребят. Но тем не менее, вот все-таки иностранные делегации, а насколько они вот хорошо откликались на приезд сюда, учитывая последние события? С удовольствием. С удовольствием все откликаются. Мы только на сайт поставили турнир. Ну, что он у нас все есть, такое-такое. Первые американцы. Они каждый год, они не пропустили у нас ни одного турнира. И все с удовольствием приезжают. Все любят Красноярск, потому что здесь красиво всегда все происходит. И хорошо организовано. Что спортсмену нужно? Транспорт, хорошее питание, отдых, спортзал для тренировок. Все. Ну и потом хорошо выступить. Хорошо выступить. И есть с кем побороться. Они же приезжают тоже. Понятно, не все приезжают. Многие знают, что он никогда не станет здесь чемпионом, потому что у нас такие сильнейшие борцы, и пройти их тяжеловато. Вы говорите, американцы, они всегда приезжают. А кто еще приезжает сюда? Ну, азиатские страны всегда. Допустим, Монголия, Китай, Казахстан, наши все, Япония всегда приезжают. То есть это наши большие друзья? Да, да, да. Как вы все-таки относитесь к решению ВАДА, которое порекомендовало отстранить всех наших спортсменов от крупных соревнований? Конечно, естественно, отрицательно. Потому что, да, если есть виноватые спортсмены, пожалуйста, их наказывайте. А почему должны страдать спортсмены, которые чистые, не виноваты? Почему они должны ехать на Олимпиаду за то, что они просто россияне? Это неправильно. За это, ну, это глупость. Потому что вот эти нервотрепки, они, конечно, как за полгода до Олимпиады начинают нас трясти там в АДА, отстранять. Почему вы три года молчали, а вдруг накануне Олимпийских игр какие-то начинается это? Опять-таки, у красноярцев есть некоторые опасения, тревога, связанная с большим турниром, с чемпионатом мира по борьбе, который должен пройти в 2022 году здесь, в Красноярске. Вот у вас в куларах как-то это обсуждается. Чего нам ждать? Конечно, обсуждается. Конечно, мы все волнуемся. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Потому что как-то Федерация борьбы России, у нас таких больших допинговых скандалов, к счастью, нет. Поэтому как бы все нормально. Но надеюсь, что будет все хорошо. Мы тоже надеемся, что все будет хорошо. Я сейчас боюсь даже говорить какие-то прогнозы. Ну, давайте не будем. Политика непредсказуемая. Давайте не будем. Вот давайте мы остановимся пока вот. Мы будем надеяться и готовиться. Но работа ведется, я так понимаю. Конечно, конечно. Работа ведется. В свое время борьбу собирались убрать из программы, олимпийской программы, с такой формулировкой, за незрелищность. Ну, и действительно, борьба со временем теряла. А вот для вас, в чем зрелищность этого вида спорта? Изменилась ли борьба? Ну, вот после того, как нас все-таки назад приняли, изменили с правила, и борьба стала совсем другая. Потому что то, что нас хотели убрать, это мы сами виноваты. Бывший президент, господин Мертинет. И они как бы хотели, может быть, улучшить. Но они ее ухудшили борьбу настолько, что, насколько я любитель борьбы, я не могла это смотреть. Не было динамики, не было никаких приемов. Потому что за то, что ты вытолкнул за ковер соперника, ты получал балл. Не надо делать приемов, проще же вытолкнуть, это с ума. С ума, да. Да. А потом другой парадокс. Допустим, первый период я веду 5-0. Второй период все обнуляется, это не считается. И начинается, если второй период 1-0 выиграл тот соперник, и он уже у меня выигрывает. Это что за бред? Ну как? То есть это вот правила... Да, все были правила, да. Ну а вот все-таки для вас в борьбе, что самое красивое, что самое зрелище? Динамика должна быть, приемы красивые. Это же на самом деле зрелищно, когда просто выходят и толкаются. Ну я такую борьбу никто не любит, и естественно я. А когда, ну, я не знаю, вот я всегда вспоминаю, как боролись вот братья Белоглазовы, Арсен Фадзаев, это просто каскад приемов, там такие были, я не знаю, откуда это силы брались, и вот это прием за приемом, красота просто, красота, с амплитудой такие броски, это же... А вы знаете, а для меня вот одним из самых ярких событий, это было как раз на турнире Ивана Ирыгина, Буайсар с Айти, когда его захватили уже, казалось, 20-летний, и какой-то невероятный переворот, это было нечто. Это на самом деле, так как боролся с Айти, сейчас я давно не видела такого, и, наверное, не увидим, потому что он гениальный был борец. А вот в чем была гениальность Ивана Ирыгина? Вот что вам в нем нравится, именно как в спортсмене, как в борце? Ну, мне трудно, мне все нравилось, конечно. Нет, это понятно. Я могу сказать одним словом. Ну, у него совсем другая была борьба, у него была открытая борьба, он практически боролся в стойке, в открытой стойке. Он редко так, ну, когда уже надо, а так шел как-то вот на это. Но если уже он в партер положил соперника, значит, там 100% выигрывал. Вы знаете, Дмитрий Мендиашвили сказал, что борьба – это не шоу. Тут сила воли, ну, тут все, характер. Я помню на чемпионате мира Витя Алексеев, мы заболели, он проигрывал Монголу, там уже осталось 3 секунды, ну, все. Ну, что такое 3 секунды? Я не знаю, где он взял силы и бросил этого Монгола так, что и стал чемпионом. Что можно за 3 секунды сделать в борьбе? Это же не мяч бросить, это живой человек, который сопротивляется. Он же не хочет, чтобы его бросили. Поэтому это вот, не знаю, сила воли, стремление выиграть. Это видно человеку, когда вот выходит на ковер. Я не такой большой, может быть, профессионал в борьбе, да, но я вот иногда вижу, что глаза горят, вот он идет выигрывать, а кто-то уже идет, как потерпевший. Это важно? Конечно. Конечно. Вот на чемпионате мира, правильно, Мамиашвили сказал, выигрывает тот, кто больше хочет выиграть. В основном идет борьба характеров, кто кого сломает, морально. Потому что они оба сильные, оба кто кого обманит там. А вот когда Иван Евгеньев боролся, вот как он готовился к этому, как он выходил с этим настроем? Это же надо поймать этот настрой? Ну, это вот Дмитрий Георгиевич только знает. Он его настраивал. А вы в этот момент? Нет, нет, нет. Близко никогда не... Ну, во-первых, это и не положено, и нельзя как-то. Все бы жены там болтались в раздевалке, пытались там настроить, и только мешали. Нет, там только тренер. И не каждый тренер может настроить. Это ведь тоже надо найти какие-то слова. Я даже не представляю, какие слова может сказать человеку. Я тоже представляю. Чтобы он вышел вот с этими горячими. Вот ими, да, да. Это очень большая работа тренера. Заслуга тренера. Вот вы говорили о том, что на борьбу приходят люди, которые знают правила, понимают правила. Но это не исключено, что на турнире окажутся те, кто будет там впервые. А вот чтобы полюбить спорт, на что нужно смотреть? Там четыре ковра, и надо выбрать себе, во-первых, за кого ты болеешь. И вот у тебя, если есть какой-то человек, за кого ты болеешь, тогда тебе все будет интересно. Ты будешь за него переживать, как мы смотрим хоккей, тот же баскетбол. Мы болеем за свою команду, и мы уже не смотрим там на технику, мы болеем чисто за него. Я так, мое мнение, я не знаю. То есть нужно определиться с тем, за кого? Ну, наверное, конечно. Хорошо. А тогда, вот вы за кого будете переживать? Я не могу назвать фамилии, потому что это, с моей стороны, некорректно, но я все равно переживаю. Иногда даже просто думаю, да не буду я ни за кого переживать. Все вроде бы наши, как это. сердце колотится, как сумасшедшее, все вот так, такой драйв. Все равно болеешь. Есть свои симпатии. А в чем красота женской борьбы? Как тут нет? Женской? Сначала я была в шоке. Я не воспринимала ее как-то. Ну, я считала, потому что первое, когда только началось, у нас, по крайней мере, в стране, как-то, не знаю, мне не нравилось. Сейчас борьба, во-первых, стала другая. Девочки борются до последнего, поэтому многие проигрывают. Они не умеют еще хитрить, как ребята, допустим, выигрывают 5-1. Осталось там несколько секунд, он же не будет наступать. А девочки идут до конца и часто проигрывают из-за этого. Они больше эмоций. Больше эмоций. Ну и борьба стала такая очень красивой женская. Красивой на самом деле. Научились? Научились. Вот вы вице-президент Международной федерации борьбы, вице-президент борьбы России. Как вам, женщине, удается быть авторитетной среди мужчин, у которых, ну, скажем так, характеры железные? Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос авторитетно, я не знаю. Мне, честно, если скажу, фамилия помогает. Скромничаете. А что мечтаете? Мечтаю. Все банально. Как любой нормальный человек, хочется спокойной, нормальной жизни, благополучия. Для меня самое главное, конечно, моя семья, потом уже работа. Я желаю вам, чтобы ваши мечты обязательно сбылись. У нас сегодня в гостях была Наталья Юрыгина, вице-президент Международной федерации борьбы. 31-й турнир по вольной борьбе Иван Юрыгин в Красноярске стартовал. Ну, а если у вас не будет возможности попасть на стадион, смотрите трансляции с поединков турнира на нашем телеканале. Следите за программой. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»